Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ принял делегацию Университета экономики и технологий Союза Бирши Палат Турции. В Институте фундаментальной медицины и биологии разработан уникальный протез сосудов. Универ ТВ запустил прямую трансляцию ВКонтакте. Казанский федеральный университет принял делегацию Университета экономики и технологий Союза Бирши Палат Турции. Данный университет является частным некоммерческим вузом, расположенным в городе Анкара. Подробности смотрите далее. 26 июня состоялся визит в Казанский федеральный университет делегацию Университета экономики и технологий Союза Бирши Палат Турции. Гостям представили для ознакомления экспозицию Музея истории Казанского университета. Показали знаменитую ленинскую аудиторию и исторический актовый зал. После чего состоялась встреча с руководством университета. О прошлом и настоящем вуза гостям рассказал проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Ученых Казанского университета и турецких вузов связывает многолетнее сотрудничество. На сегодняшний день КФУ сотрудничает с шестью научно-образовательными центрами Турции. Сотрудничество сторон направлено на развитие таких видов деятельности, как взаимные обмены между преподавателями, научными работниками и обучающимися, реализацию совместных научных проектов, организацию академических программ, семинаров, научных конференций и обмен экспертными знаниями и программами в областях, представляющих взаимный интерес. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз. В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ разработан уникальный протез сосудов. В университетской клинике уже проведена экспериментальная операция. Почему протез является более действенным, чем существующие аналоги, мы расскажем в следующем сюжете. Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали протез сосудов, который после установки полностью замещается собственными тканями живого организма. Сотрудниками университетской клиники КФУ была проведена одна из экспериментальных операций на свинье. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали об этой разработке. Протез основывается на растительном веществе – картофеле и кукурузе. Они становятся питательной средой, организм начинает съедать растительный материал, а образовывающуюся пустоту закрывает собственным материалом, запуская регенерацию тканей сосудов. Было сделано 15 операций на животных. Результат хороший, то есть мы их ухаживали, на следующий день они вставали на ноги, дальше кормили мы их, ну и через определенное время делали кузинь этого места, дальше к компьютерной томографии, ну и через определенные сутки выводили из хронического эксперимента. Ну, парочку оставили на более долгий период, ну годик, чтобы прошло, там 9 месяцев прошло. Протез поможет при самых разных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. От аневризма заканчивая атеросклерозом, поражением сосудистой стенки, и даже любые травматические поражения. То есть, если какая-то есть нарушение, то вполне возможно замена этого участка. Разработке необходимо пройти серию дополнительных испытаний, прежде чем ее можно будет применить на человеке. Помимо этого, разработка может пригодиться и в других проектах Казанского федерального университета по медицине. Мы в таком университете находимся, где, может, идя по этому пути, то есть начав какой-то особенный путь сейчас свой, мы возьмем и интегрируемся в определенную регенеративную медицину. И она уже пойдет еще другим путем. И, возможно, это будет гораздо быстрее путь, чем мы будем сейчас промышленный протез. А если заселить какими-нибудь клетками генетическими, то они будут гораздо больше реакцию давать на рост. По сравнению с аналогами, данный процесс сосудов имеет меньший риск инфицирования, может расти вместе с организмом и не вызывает появления нежелательных новообразований. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Арсений Каримов, Универньюз. В Казанском федеральном университете с 1 по 6 июля пройдет 26-я Всероссийская открытая научная конференция распространения радиоволн. На встрече соберутся физики со всей страны и стран ближнего и дальнего зарубежья. О чем будут говорить на конференции, мы расскажем в следующем сюжете. С 1 по 6 июля в КФУ состоится 26-я Всероссийская открытая научная конференция распространения радиоволн. Организаторами мероприятия являются Российская академия наук, Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт и Российский новый университет. На ней будет рассматриваться очень широкий круг вопросов, связанных с распространением радиоволн. То есть это и системы связи, радиолокации, радионавигации, это зондирование атмосферы, верхней атмосферы, ближнего космического пространства, это зондирование земных покровов из космоса. То есть такой достаточно широкий круг вопросов. В шестидневной научной встрече, которая пройдет на базе Института физики КФУ, примут участие крупные ученые и молодые исследователи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Конференция является всероссийской. То есть будет из Японии ученый Мураема, будут из Казахстана, из Белоруссии, из Грузии заявлялись участники, из Украины. Но в основном это, конечно, российские исследователи, причем география очень широкая. Это практически от Дальнего Востока, если вы знаете, есть такое село Паратунка, до Калининграда. Это институт, ну, федеральный, Балтийский федеральный университет имени Канта. С севера до юга, то есть от Мурманска до Севастополя. То есть практически вся страна приедет в гости к нам, более 200 ученых. Казанский университет будет встречать участников конференции уже в третий раз. Впервые она прошла на базе вузов в 1975 году, а во второй раз в 1999. Такое внимание Казанскому федеральному университету не случайно. КФУ известен достижениями в таких областях, как метеорное распространение радиоволн, разработка методов и средств дистанционного зондирования ионосферы и многих других. Как любая конференция, она служит обмену мнениями, идеями какими-то, то есть представление новых результатов в исследованиях, обсуждение каких-то вопросов, которые на настоящий момент являются достаточно живыми, требуют активного вмешательства, в том числе и научного сообщества. Лилия Талипова, Леонард Валетяров, Универ Ньюс. Студенческий канал Универ ТВ запустил прямую трансляцию в социальной сети ВКонтакте. Теперь наши зрители могут смотреть эфиры прямо с экранов своих смартфонов и даже выбирать качество трансляции. Подробнее в нашем сюжете. Первый и на сегодняшний день единственный в России круглосуточный университетский студенческий телеканал Универ ТВ транслирует свои программы формата Full HD в эфирно-цифровом пакете Казани, в кабельных сетях по республике Татарстан, а также через IPTV-приставки по всей России и в сети интернет. Первые новостные сюжеты Универ ТВ начал размещать в интернете с января 2011 года, а уже спустя 4 года канал появился в телевизионных кабельных сетях Татарстана. 19 июня 2019 года была запущена прямая трансляция телеканала в социальной сети ВКонтакте. Идея сделать какую-то трансляцию в ВК пришла давно. У нас раньше она была, но потом так получилось, что мощности оборудования просто не хватало, а тут появилось новое оборудование, и мы решили в экспериментальном плане запустить постоянный стрим ВК. Вообще, в принципе, мы с ВК очень сильно дружим, очень скоро мы начнем попадать в городскую ленту по хэштегу в Казани. Уже сейчас там получили галочку, сообщество верифицировано. И это стало огромным плюсом в том плане, что когда у нас запустилась трансляция, ВК стала автоматически продвигать, получается, ее. Мы попадаем в актуальное по теме образования постоянно. Это привлекает новых зрителей. Студенческий телеканал «Универ ТВ» транслирует в эфир как программы собственного производства, так и программы партнеров, а также качественные научно-популярные фильмы. Нишевая направленность, образование, познание, студенческий спорт, студенческая субкультура и университетские новости. Сейчас уже у трансляции порядка полумиллиона просмотров, начиная с 19-го числа. Ну, понятное дело, что как засчитывают просмотры ВК это? То есть человек остановился на 3 секунды, он уже засчитал это как просмотр. Но все равно цифры, в принципе, красивые. Создание трансляции в крупнейшей социальной сети в России – первый шаг на пути выстраивания диалога с публикой телеканала. Комменты пишут регулярно. Мне каждое утро приходится чистить трансляцию от спама, потому что там типа «Зиночка, я вот сижу дома с ребенком и зарабатываю по 25 тысяч, переходи по ссылке». Бред какой-то. Приходится это регулярно удалять. Ну, а вообще, бывают и адекватные комменты, типа «Ребят, спасибо, вы крутые, классные». Ну, фидбэк это всегда интересно почитать. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влитяров, Универ Ньюз. С вами был Камиль Гемоздинов. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok